Махачкале 13.45, студия Бедерниси Гусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Новости. Сегодня в Каспийске проходит межрегиональный форум организаторов здравоохранения «Каспий-2003. Открытый диалог о цифре». На мероприятии, в котором принимают участие глава Республики Сергей Меликов, министр здравоохранения России Павел Пугачёв, находится около 700 гостей из более чем 40 регионов страны. На форуме обсуждаются вопросы цифровизации здравоохранения. Сергей Меликов наградил отличившихся работников здравоохранения. Государственные награды из рук главы региона получили представители Республиканского медицинского информационно-аналитического центра и работники районных больниц. Крупнейшее промышленное предприятие Республики «Концерн Кемс» посетил полпредпрезидентов СКФО Юрий Чайко. В рамках визита в Кизляр вместе с главой Республики Сергеем Меликовым ознакомился с производством, цехами с новейшими станками, а также осмотрел новый корпус, а в ходе двухсторонней встречи обсудил актуальные вопросы развития Дагестана. Хотим о Несредово подробнее. Визит полпреда президента России в СКФО Юрий Чайки на «Концерн Кемс» начался с знакомства с учебно-техническим центром. Он действует с 2011 года для подготовки специалистов рабочих профессий на самом заводе. Оборудован новейшими станками, обучение здесь прошли более тысячи сотрудников. Обучение у нас занимает 4 месяца. Теоретическая подготовка в учебном классе проходит и практическая подготовка здесь на участке. Кроме того, занимаемся изготовлением деталей различных, гражданская тематика, различные средства контроля. Делегация осмотрела также сборочный, механический, сварочный цеха и корпус по сборке авиационной техники. «Концерн Кемс» – крупнейшее промышленное предприятие авиационного приборостроительного профиля республики – входит в Ростех. Завод запускает оборудование для обслуживания аэродромов и летательных аппаратов, комплектующие для автопрома, наземные средства, эксплуатационного контроля самолетов и вертолетов. Юрий Чайк оценил образец многоцелевого четырехместного самолета МАИ-411, который производится в Дагестане. Самолет востребован в сфере авиаперевозок, при обучении летчиков, в воздушном патрулировании, при проведении аэросъемки и в авиатуризме. Юрий Чайка и Сергей Меликов обсудили актуальные вопросы развития Дагестана в ходе двусторонней встречи. В том числе и обсуждали социально-экономическое и общественно-политическое развитие республики, реализацию прорывных инвестиционных проектов, работу предприятий оборонно-промышленного комплекса. Более детальный разговор состоялся в ходе совещания в условиях введения недружественными государствами беспрецедентных санкций в отношении России. Предприятия оборонно-промышленного комплекса в регионе и в целом по стране столкнулись с повышением стоимости и ограничением поставок сырья, а также дефицитом специалистов. Отмечу, что органы власти Дагестана под руководством главы республики Сергея Лимовича Меликова и во взаимодействии с директорами оборонных предприятий предлагают максимальные усилия для решения отмеченных сложностей. В результате принятых мер ряд предприятий, таких как авиаагрегат и завод имени Гаджиева, смогли провести перенастройку, обеспечив рост объема производства на 26,4% и 21,1% соответственно, и увеличив долю продукции военного и специального значения. Одновременно шла работа по увеличению их рентабельности и повышению уровня зарплат. Сейчас, когда от своевременности и полноты исполнения гособоронзаказа без привлечения зависят результаты проведения специальной военной операции, требуется в корне изменить такое положение дел. Необходимо принимать даже неординарное решение, исключающее волокиту и бюрократизм. По словам Сергея Меликова, в прошлом году промышленными предприятиями республики при поддержке государства удалось не только не допустить падения производства, но и выйти на рост показателей. Роль на сегодняшний день Дагестана в системе серо-кавказских регионов немаловажна. Мы неоднократно уже отмечали с точки зрения оценки руководителей федерального уровня, в том числе председателя правительства. На недавней встрече, которая прошла в Пятигорске под руководством Верховного Голокомандующего Владимира Владимировича Путина, тоже был сделан акцент на динамичное развитие и необходимость динамичного развития наших регионов. Ну а то, что в промышленной отрасли Кизлярский электромеханический завод является флагманом для Дагестана, и не только в вопросах производственных, развития производственных мощностей, но и сегодня мы с вами в этом убедились, но и в наличии новых технологий, наличии новых перспективных разработок. По итогам обсуждений имеющихся проблем были приняты решения. Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задорным. Обсудили развитие инфраструктуры Международного транспортного коридора «Север-Юг». Этому направлению уделяется приоритетное внимание. Быстро растет грузооборот, а потому возникает настоятельная необходимость ускорить все работы по модернизации и в том числе совмещение проектов развития транспортного комплекса в целом. Не имеем права, допустим, разделять железнодорожные перевозки от грузопотоков, которые идут по автомобильным направлениям. Во-первых, это единая система пунктов пропуска через границу, которая только в Дагестане есть. А во-вторых, очень удачно расположена дорожная сеть и железнодорожная сеть. То есть практически две магистрали федеральные идут параллельно. И при определенных условиях, при определенных обстоятельствах должны иметь возможность дублирования, особенно там, где мы можем создавать крупные логистические хабы, чтобы они одновременно могли работать и в интересах грузоперевозчиков на автомагистралях и на железнодорожных сообщениях. Уже подписано решение о строительстве Решта-Стара линии, которая, да, еще как бы она не рассматривалась, но мы с вами уже знаем, что она будет. Окончание строительства в 27-й год, поэтому у нас до 27-го года надо построить станцию Саму-2, которая у нас на переходе, провести достаточно серьезную модернизацию хозяйства. И, как мы поговорили, полтора года с того времени, в принципе, у нас работы и были и проектировочные, и строительные монтажные, это модернизация инфраструктуры, очень значительная модернизация. Сейчас не буду называть десятки, сотни, которых там опор будет меняться, километров в кабелях, всего остального, но это все идет, работа идет. Проектные институты, которые занимаются будущими маршрутами, также очень здесь, на полигоне, часто бывают. Мы недавно здесь встречались, только что это работа совсем недавно. Эта работа ведется. Из Каспийска в зону боевых действий отправилась очередная партия гуманитарной помощи. Организаторами отправки груза выступили члены Общественной палаты республики. Это уже вторая партия такой помощи, которую общественники посылают и нашим бойцам на передовую. В этот раз для участников специальной военной операции по их просьбе отправили дизельные генераторы и конвертерные нагреватели. Первую часть груза мы передали некоторое время назад. В ней тоже находились водонагреватели, душевые емкости для того, чтобы наши бойцы могли обеспечивать свою гигиену. Мы знаем, что наши дети, наши студенты в нашей республике отправляют какие-то теплые слова нашим военнослужащим. Все эти вещи очень важны для людей, которые там находятся. Под вечным небом. Первая персональная выставка Инессы Цгоевой открылась в Национальном музее имени Тахагоди. Дагестанская художница представила не только свои произведения, но и работы своих учеников. К экспозиции готовились долго, тщательно отбирая картины. Мастер кисти работает в разных жанрах. Что понравилось гостям вернисажа больше всего, расскажет Хатима Несредова. Первая персональная выставка Инессы Цгоевой открылась в год педагога и наставника. И это знаково отмечают организаторы. Автор-преподаватель своим мастерством делится со студентами худграфа. Сегодня они с интересом изучают произведения своего учителя. Творчество Цгоевой узнаваемо и любимо за теплоту, мягкость и душевность, которые проявляются во всех ее жанрах. Здесь, скорее всего, жанры, которых я сама придерживаюсь, можно сказать. Это портрет, это пейзаж, натюрморт, этюдные работы есть. Работы отбирались, наверное, по внутреннему моему ощущению, что эту вещь можно показать. Это выставка ретро-перспектива. Здесь собраны произведения, созданные Инессой за последние 20 лет. Представлена лишь часть художественного портфолио автора. Имеет свой стиль, имеет свой почерк. Она очень хорошая и такой талантливый педагог по изобразительному искусству. На этой выставке представлены поэтому не только ее работы, но и в Малом Залишево выставочном центре есть работы дипломников художественных факультетов, которые созданы под ее руководством. Художника Инессу Цгоеву с первой персональной выставкой поздравили коллеги, друзья, родственники, ученики. Познакомиться с экспозицией можно до 9 июля в Национальном музее имени Алибека Тахагоди. Мир не без добрых людей. Известный блогер Рашид Раджабов организовал благотворительный вечер. На счету его армии добра не одно благое дело. Он помогает нуждающимся, многодетным семьям и больным. А желание быть полезным – наш следующий сюжет. На благотворительном вечере собрались люди, которые когда-то приходили к Рашиду Добряку с болью в душе и казалось неразрешимой проблемой. Сегодня их глаза сияли, они с радостью встречали его дверей и благодарили за оказанную помощь. Я занимаюсь благотворительностью, потому что мне это приносит удовольствие. И видеть улыбку на лице тех людей, кому я помогаю, особенно среди детей, для меня это большое счастье. И тем самым это меня мотивирует больше помогать людям. Инициатором благотворительного ужина оказалась супруга Рашида Калимат. Она организовала мероприятие в честь него. Если он со своей армией добра посвящает себя нуждающимся, то успешный врач-косметолог и официальный представитель профессиональной медицинской организации «Ападит Калимат» решила устроить мужу сюрприз. На ужин специально пригласила детей-сирот, потому что он с особенным трепетом относится к старикам и детям. Многие пришли на мероприятие, чтобы увидеть Рашида Добряка и поделиться проблемами. Мы за тебя молимся, что иногда, когда есть такая возможность, попросить, чтобы нам помогали. Спасибо огромное. Этот молодой мужчина полностью ослеп. Он потерял не только зрение, но и все имущество. Долго не мог выбраться из долгов, и встреча с Рашидом переменила его судьбу. Главным сюрпризом этого вечера была презентация Нашида известной исполнительницы Хадиджи. Она специально посвятила его Рашиду Добряку. В протяжении стольких лет «Апад Калимат» помогает своему мужу в благотворительности, поддержав его. Я желаю семье Рашида «Апад Калимат» всего самого наилучшего барраката и их дома. В завершении вечера детям-сиротам были вручены подарки. Именно в честь них был организован благотворительный ужин. 27 мая в рамках фестиваля Форума культуры и традиций народов Юга России «Вместе мы Россия» в Дельбенте состоится открытие выставки «Мой Юждак». Мероприятие пройдет в стенах Музея истории мировых культур и религии в рамках республиканского проекта «Самородки». Зрители ждет знакомство не только с прекрасными работами, но и с самими авторами, которые будут присутствовать на открытии выставки. Завтра по всей стране пройдет одно из ярких событий библиотечного мира – всероссийская акция «Библия ночь». В год педагога и наставника тема акции «Читаем вместе». В этот день Национальная библиотека Дагестана откроет свои двери для всех желающих. Читатели и гости ожидают интересные встречи, литературно-музыкальные программы, квесты, мастер-классы, книжные выставки, фотозоны и многое другое. Дагестанский гидрометцентр сообщает, сегодня в районном республике местами небольшой и умеренный дождь, в горных районах гроза. Ветер восточный и юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 29-34 градуса. В приморских районах 24-29, в горах 23-28, местами до 32 тепла. В Махачкале без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 25-27 тепла, вода в море 23 градуса. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.